Всем привет! С вами Маша и Денис. И сегодня у нас, как вы, наверное, уже поняли, телепатия слайм челлендж. Поскольку вы очень сильно любите этот челлендж, постоянно запрашивайте его в комментариях. И я постоянно об этом говорю, когда начинаю снимать телепатия слайм челлендж. В общем, этот челлендж спешл фо ю. Да, да, для тебя, который там сейчас сидит и такой ура-ура-ура, телепатия слайм челлендж. Денис, ты готов? Я готов. Я, в принципе, тоже готова, так что давайте не будем медлить и скорее начнем, и мы переходим к первому раунду. У нас первый раунд, и сейчас нам нужно будет первым делом скинуться для того, чтобы определить, кто будет выбирать миску, в которой мы будем делать слайм. Ну что, ты готов? Я к тебе отъезжаю. Здравствуйте. Давай. Раз, два, три. Ес. Это просто победа. Я, наверное, выберу... Смотрите-ка, подумайте. Наверное, я выберу вот это. А Денис должен отгадать, конечно же. Я уже показал. Отпоказал? Да. Мы не будем специально в этот раз ничего друг другу показывать, чтобы и вам было интересно смотреть, и нам было интересно прям до конца, чтобы мы узнали в конце, кто что выбрал. Так что мы уже переходим ко второму раунду. И на втором раунде у нас лопатки, и в этот раз выбираю я. И Денис выбирает, наверное, вот это. Шучу, нет. Я думаю, он это не выберет. Я думаю, что он выберет вот это. Но это прям стопудово, я не могу ошибиться. Ну, потому что, как бы, типа, если он выберет что-то другое, это значит, что он выбрал это специально, чтобы меня запутать. Потому что вот это единственная его любовь. Наверное, он меня запутал, скорее всего. Все, я выбрал, ты выбрал? Напишите прямо сейчас в комментариях, угадала я, отгадала ли я лопатку, которую выбрал Денис. Да. А теперь переходим к третьему раунду. На третьем раунде у нас клей. Наконец-таки мы можем выбрать основу для наших будущих слаймов. И у нас здесь есть Энамерс. Есть прозрачный клей и есть клей от Слайм Дизайна. И на этот раз, представляете, выбираю я, это такое счастье на самом деле. Я выберу, я выбираю между вот этим и вот этим. И, наверное, я выберу, выберу, я даже, кажется, начала. Короче, я думала взять вот это. Ты уже выбрал? У-у-у. Открывать можно? Да, я уже наливаю, если честно. Ого. Слышишь по звуку? Что я выбираю? Я тут, короче, походу надолго застряла. Ты уже все налил? Да. И, наверное, мы с вами перейдем к четвертому раунду, да? Так что гоу-гоу. На этом раунде у нас снова клей. Причем здесь три разных вида клея. Это есть клей Аташана. Клей какой еще есть, Денис? Эрик Краус и Аль-Ло-Мекс. Ат-О-Мекс. Ат-О-Мекс. И на этот раз выбирает, как вы понимаете, Денис. А я должна отгадать. На самом деле, мне кажется, будет очень сложно. Ты уже выбрал? Да. Реально? Ну да, я показал. Интересно, ты посмотрел мой обзор всех вот этих клеев, где я их славниваю с Элмерсом? Ты, надеюсь, по нему будешь, да, выбирать? Самый лучший, самый топовый, который я определила, и причем самый бюджетный, дешевый клей. Или ты по своей какой-то технологии выбираешь? Я буду своей тактики придерживать. Блин, тогда сложно. Если вы не видели это видео, обязательно посмотрите, потому что я кучу клеев сравнила с Элмерсом. Нашла бюджетный, самый бюджетный вариант Элмерса, который причем очень легко найти. Практически в каждом городе можно его найти. В общем, сюда кликайте и смотрите. Это очень мега полезное видео. Ну а если Денис выбирает не по моему видосу, если бы по моему выбирал, он бы, наверное, выбрал вот этот. Но поскольку Денис... Денис? Денис, то, наверное, он выберет вот это, скорее всего. Я так думаю. Блин, или вот это. Судя по звуку, как наливается клей, наверное, я не отгадала. Печаль. Не, реально, я прям слышу то, что у тебя другая баночка. Я тихо все делаю. Кстати, в этом видео обязательно будут баллы. Я забыла об этом сказать вначале. Кто больше всего отгадает, у кого будет больше всего развита телепатическая способность отгадывать, тот, конечно же, выигрывает. Я готова, я все налила. Я тоже все давно вылюбил. Значит, мы переходим к следующему раунду. И у нас пятый раунд. Нет. В этом раунде я выбираю. У нас есть... Почему ты выбираешь? Отгеливающая маска. Ты че? Разница, я выбираю. Ага, конечно. Потом гель с блестками и гель светящийся, короче. Флуоресцентный. Кстати, когда ты начал говорить, наша стена чуть не рухнула. Я немножечко испугалась. На самом деле, на этом раунде выбирать не Дениса, выбираю я. Я свой выбор, наверное, остановлю. Меня смущает одно слово здесь. Но, да ладно, я, наверное, вот это добавлю. Просто ради интереса посмотреть, что из этого получится. Надеюсь, что гадал. Вкусно пахнет? Не знаю, у меня не очень вкусно пахнет. Да? В общем, все, я готова уже. Я даже выкинула это все, между прочим, без палин. Но ты, походу, нет. Или готов? Да, переходим в следующий раунд. Значит, мы переходим. И на шестом раунде у нас детский крем. А еще у нас есть детская пенка-шампунь для мытья и купания от Джонсонс Бэби, которая, по-моему, пахнет не очень вкусно. Не, нормально вкусно пахнет, в общем, я что-то перепутала. И, конечно же, детская присыпка. Ты уже выбираешь? Я выбираю. На этом челлендже, челлендже, на этом раунде должен выбирать Денис. Все, я показал. Я думаю, что он выберет вот это. Все, открываем? Да, я уже добавляю. Я не угадала, я слышу по звуку. Блин, капец. Формула 405. Что за формула такая? Вот так неинтересно на самом деле, потому что я теперь понимаю, что ты выбрал. А по звуку не было, понятно, да? Мы понимали. По звуку, ну, не совсем. Я поняла то, что ты выбрал совершенно другое, но вариантов было двое, как ты понимаешь. Сейчас вариант только один. Теперь я понимаю то, что Денис выбрал вот это. Но, к сожалению, я не отгадала, так что ту-ту-ту-ту. Все, мы переходим к следующему раунду. И у нас шестой раунд или седьмой? У тебя, мне кажется, уже шестой подряд, третий раз. В общем, какой-то раунд, либо седьмой, либо восьмой, я тоже сбилась по счету. Сейчас выбираю я, и у нас здесь вообще очень топовые ингредиенты. Это моя любимая гена. Блин, ты опять выбираешь, что ли? В смысле, опять. Так-то ты выбирал. Да, ну ладно. До этого. Мой любимый. Это все из-за тебя, мой любимый. Мое любимое масло. И вот такой вот необычный, снова что мне, не то. Короче, такое необычное детское мыло. Оно прозрачно, оно просто кристально прозрачно. И самое главное, на нем красивая китеня. А еще написано то, что оно с малиной и ежевикой. Ты выбрал уже за меня? Нет, ты что? Ты показала? Да я все показала. Но сейчас я показываю то, что я выберу. Я выбираю вот это. Все, я показал. Открываю? Я уже открываю. Ты беспалевно прям открыл. Совсем. Прям офигенно. Фейл случился. Сильный? Ну так, крышка упала в клей. Ну, мне кажется, для тебя это не фейл, это нормально. Это норма. Это нормально. Если ничего не упало, значит, вообще я не снимался. Да, да, да. Все, переходим к шестому раунду. К какому? К следующему. И у нас седьмой раунд. Наверное, уже девятый, но для Дениса седьмой привыкайте, ничего страшного. У нас такая фигня. Смотрите, у нас здесь целый набор звездочек. Их очень много. Здесь есть голубые звездочки, желтые, красные, зеленые и фиолетовые. И здесь, как вы понимаете, нужно выбрать цвет тех звездочек, которые ты хочешь добавить в свой слайд. А если я не хочу выбирать? Ну. Я же выбираю, да? Придется. Так, я выбираю. И Денис выбирает цвет. Денис выбирает вот такой. Я даже не знаю, что ты выберешь. Потому что все цвета, в принципе, приемлемые для тебя. И типа, что? Я думаю, то, что Денис выберет либо этот, либо этот, либо они все вообще нормальные, нет каких-то прям супер таких цветов, которые Денису не нравятся, да. Мне кажется, они все хорошие. Блин, ну тут сложно реально. Тем более 5 вариантов, представляете, у меня 5 вариантов. Наверное, Денис выберет реальные. Я думаю, либо эти, либо эти, но либо эти. Все, я добавил одну упаковочку. Одну? Да. Реально всего лишь одну? А куда? Мне там дофига. Я думаю, то, что все-таки вот он вот эти. Ладно, еще одну добавлю. Они такие маленькие. Нифига себе, дофига. Они такие хорошенькие. Да стопудово надо две засыпать. Потому что они очень крохотные. Сто пудово добавляем вверх. Да. Я уверена, то, что я не отгадала цвет. Вот прям стопудово, не знаю. Прям такое предчувствие. Ладно, узнаем в конце. Переходим к следующему раунду. И это какое-то наказание. Потому что опять эти блески. Здесь уже просто... Понючие и поганые блески. Мне за тебя стыдно, за то, что ты так блески обзываешь, понимаешь? Не слушать его блески. Я хотел сделать слайм идеальный, без блесток. Он идеальный. Здесь столько блесток. Смотрите, просто здесь есть малиновые блестки, синие блестки, золотые, красные, серебряные и зеленые. И на этот раз выбираю я, чтобы вы понимали. Так что Денис должен определиться, какой же цвет я все-таки сейчас выберу этих шикарных блесток. Это будет самый красивый цвет из этой палетки, конечно же, по моему мнению. И мне кажется, Денис выбери самый такой стреманский, специальный, чтобы не отгадывать. Я думаю, блин, ты так сказала, самый красивый. Я начал сомневаться, короче, что я правильно... Я сейчас покажу пальцем, какой ты выбрала. Ну давай, давай. Предположение. А я уже выбрал как бы за тебя. Ну молодец. Все, то есть я добавил. Но это будет не считаться, даже если ты после добавления, типа, догадал, это не будет считаться. Да, это понятно. Я все добавил. Я тоже. И мы переходим к девятому раунду. И у нас просто топовый приз на барабане. Топовый раунд. Мы сейчас будем выбирать цвет для нашего слайма. У меня здесь даже не распакованные на самом деле красители. Но, блин, я сейчас понимаю, что это был не самый лучший. Я выбираю. Выбор для челленджа. Потому что, по-моему, эти красители нифига не красят слайм, да? Совершенно верно. Это подстава. Здесь у меня все запаковано. Блин, я безумный только тебе твой ворол. Я тебе подкатку даю. Это для тебя любой цвет уже безумный. Я так предполагаю, что Денис выберет либо вот этот, либо вот этот. Если ты угадаешь, то это я тебе премию дам. Реально? Да. Я говорю, либо вот этот, либо вот этот. Вот как вы думаете? Вернее, вы не думаете, вы уже знаете, какой цвет выбрал Денис. Интересно, в тройку-то попал, нет? У меня на самом деле всего лишь два варианта есть. Потому что некоторые отсекаются просто потому, что, ну, мы уже тестировали эти цвета, и мы знаем, что они не работают. Ты их брать не будешь. Капец. Я даже не знаю, ты отгадаешь? Или настолько предсказуемо, что выбрал такой цвет? Жесть. Блин, ребята, помогите. Почему я не могу вас спросить сейчас? Нужна помощь зала? Какой Денис цвет выбрал? Вот такая у меня дичь получилась. То, что он выберет все-таки вот этот, потому что он немножечко потемнее. Мы сейчас проверим, насколько хорошо я тебя знаю. Я не знаю, как ты отгадаешься. Ой-ой-ой. Потому что цвет очень странный. Я такой цвет не выбирал. Ну, блин, так ты столько подсказок просто даешь. Не выберу. Блин, у меня тут вообще полный дичь, смотрите. Он летний. Вот. Да все, я уже выбрала, можешь подсказки больше не дать. Летний он, короче. Значит, ты вот этот выбрал. Я, значит, не тот взяла. Если он летний, все дела. Летний, яркий. Значит, я не отгадала. Надеюсь, я отгадала. Все, теперь переходим к следующему раунду. И у нас десятый раунд, и в этом раунде выбирает Маша. И я уже выбрал. Знаете, в чем прикол? В том, что на самом деле я бы сейчас вообще ничего не выбрала, потому что вот эту штуку я не люблю добавлять в слаймы. Вот эта штука более-менее, но мне не нравится ее цвет. Давайте вообще вам расскажем, что тут есть. Здесь есть модел Майджик зеленый. Вот это она не любит добавлять. Есть розовый флафи. И есть вот такой вот бабл клей, который, по-моему, я добавляла в слаймы, но что-то как-то он не очень хорошо себя повел. Причем этот бабл клей с пенопластовыми шариками внутри, в общем, он необычный. Здесь есть шесть цветов. Я бы вообще отказалась на самом деле сейчас что-либо сюда добавлять, но, к сожалению, нету такой функции в этом челлендж. Надо как-нибудь снять такой челлендж, когда можешь отказываться. Ты выбрал типа уже за меня, да? Нет, да, я выбрал урок. А, да? Я, наверное, возьму вот это. Я буду добавлять это после того, как мы уже заактивируем слайм. И у нас десятый раунд, и в этом раунде выбираю я. Я выбираю активатор. Странно, я тоже выбираю активатор. На самом деле это оказывается, ну, не это уже раунд, а тот был последним раундом, нету больше никаких ингредиентов. Мы сейчас, да, будем просто активировать наши слаймы. Но я хочу, когда мы вскроемся, сейчас или пока? Давай сейчас. Прямо сейчас? Давай, пока чистый стол. Раз, два, три. Ты че отгадала, блин? Капец. Капец, я думала, ты желтый взял. Ты просто, ты знаешь, кто? Ты демон, короче. Судя по моей прическе, я демон. Не обращайте внимания. Как можно тебе тут гадать? Я такой цвет никогда не выбирал. Поэтому я и отгадала. А почему у тебя такой цвет насыщенный, а у меня нет? Что это, почему? А я все банку вылила. А я нет. А ты нет? Нет. Ну реально, посмотрите, ребят. А ты клей какой выбрала? Я прозрачный клей выбрал. А я нет. Давай догадайся, какой я выбрала. Этот как его? Эрик Краузер? Ой. О, Эрик Краузер у меня тоже. Ты выбрала Эрик Краузер? Нет, другой выбрал. Блин, а я за тебя сказала, что Эрик Краузер. Я выбрал. Ой, ты Эрик Краузер выбрала? Да. Реально? Да. Капец ты вообще. Ну мне почему-то очень сильно захотелось сделать вот такой вот классный салайм. А я прозрачный захотел, я не делал. Я хотела, ну да, я-то просто тестировала этот клей, я такой думаю, блин. Все, короче, я замешиваю руками. По длению тоже активатора. Спасибо. Если у меня не получится салайм, то ты виновата будешь. Да, конечно. Блин, ну почему так? А, у тебя клей другой. У меня просто вообще такой цвет ненасыщенный, всю бутылку вылилось. Согласитесь, у меня салайм впрочем? Нет. А ты тарел... А кто тарелку выбирал? Ты отгадывал? Да. И что, ты отгадал тарелку, я только сейчас выбираю? А лопатку я отгадала, да? Да. Ну блин, это было... Я думал... Я даже схватил лопатку, просто схватил. И все, да. Потом, блин, мы же сейчас тут выбираем, короче. Типа угадываем. Я думала, что ты захочешь поприкалываться и выберешь что-нибудь другое. Но нет. Давай еще активатор. Ты не изменил себе. Так, давай. Вымешивайся, слаймик. Слайм офигенный, он классно надувает. Смотрите, пузыри, прям попа Кардашьян получается, которая не лопается. Совершенно. Классно хрустит. И теперь мы будем портить слайм, добавлять в него вот эти вот штуки. А ты что, не все будешь добавлять, да? Зачем все? У меня тут есть выбор, между прочим. Какой цвет будешь добавлять? Вот этот. Упс. Вот этот. У меня здесь есть шесть цветов. Голубой, розовый, сиреневый, желтый, зеленый. Я добавлю желтый и оранжевый. Как и знал. Ну, блин, это логично. Теперь кульминация этого вечера. Это топовая просто штука. Я закрыл. Смотрим. Это, блин, это самая, блин, классная штука, которая есть в мире. Чтоб вы понимали, Денис сейчас залипнет на этой фигне минут на 15. Мне придется просто сейчас сидеть. И смотреть. Блин, отвратительная штука. Она вообще у меня засохшая. Смотри. Когда-нибудь она растворится в слайме. Мне кажется, не сегодня. Может быть, не надо? Все, давай добавлять слайме. Стой, нет, 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 нет. Дризлим, 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 дризлим. Да, она не дризлилится нифига. Она засохшая, да? Ну так, немножечко совсем. Добавляем активатор, начинаем все это дело мешать. Надеюсь, все это перемешается. И у нас получится слайм лучше, чем у Маши. Нифига. Это, конечно, неправда. Слайм, короче, начинает разжижать сильно, дико. У тебя как успехи. Да у меня все четко, я тебя жду. Давай. Давай, на, смотри, как я помешаю. Там как раз. Давай, давай, давай. Раз, два, три. Ого, такое желейное. Блин, у тебя вообще другой слайм. Слайм такой желейный у тебя. И рвется. У тебя так-то тоже желейный. Я тебе говорю желейный. Вообще, кошмар. Ребята, мы испортили свои слаймы вот этими штуками. Ну, он классно хрустит. У тебя, слушаем, как кликает слайм. Офигенски. Ну, он у тебя, он реально желейный, рвется весь. Я этого не скрываю, серьезно. Это реально у меня желейный слайм. У тебя основа более классная. Какой баттер, блин? Желешко, короче. Просто, как будто слайм реально испортили. В общем, три балла. Три балла. Я оставлю три балла Машерому слайму. Ты сколько стоишь? Три балла, три балла. Три так мало? Забирай свой слайм, проваливай. Ты думаешь, что твое заслуживает большего, нежели чем твое? Мое, да, мое десять заслуживает. Как обычно. Напишите в комментариях, какой слайм вам понравился больше. На самом деле, они у нас какие-то получились не очень у обоих. Хотя, блин, изначально они мне очень нравились. Такие ингредиенты хорошие были. Ну, блин, они были классные после того, как мы добавили вот эти штуки все непонятные. Мне не нравится то, что у меня получилось. Вот такая фигня. Ну что, на этом, я думаю, челлендж подошел к концу, если он вам понравился. Если вы хотите еще больше телепатии, не забывайте набирать 30 тысяч лайков, чтобы мы сняли следующую часть телепатии слайм-челленджа. Ну, на этом все. Мы вас очень сильно всех любим. Увидимся с вами совсем скоро. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok